Уровень воды в Енисей за последние сутки увеличился на 14 сантиметров. Теперь он составляет 161 сантиметр. Специалисты успокаивают. 14 сантиметров – это не страшно. Уровень воды в могучей Сибирской реке может колебаться аж до метра в сутки. А сейчас далеко не критический уровень. В Набат стоит бить, если будет 300 сантиметров. Но ведь вода только начала пребывать. Снег еще даже не начал по-настоящему таять. А на Пашином десятки небольших островков суши за считанные дни уже скрылись под водой. Вырос уровень реки не только в Белых Росах, а беспокоены возможным потопом и жители других районов. Ну, на дня три уже как поднялся. Я живу там еще на водниках, там у нас паниковка разливается. Тоже высоко стало. Даже тоже приток Енисея. Мы боимся. У нас дома рядом. Да, мы боимся затопления. Нам обещали город, что углубит речку. В том году так и ничего не сделали. Снегу хватает гора. Насколько может подняться уровень воды в этом году, расскажем в вечернем выпуске новостей в 19.30. Скандально известный бар Элтона штрафовали на 450 тысяч рублей. Заведение на улице Аэровокзальной закрылось после скандальной вечеринки в честь Дня защитника Отечества. Тогда на сцене устроили травести шоу, а видео с празднования попало к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Ролик отправил один из посетителей бара после конфликта с охраной и другими гостями в вечеринке. Позже туда приехали полицейские. С тех пор правоохранители вели проверки по пропаганде, запрещенной в России экстремистской организации. 26 марта в Советском районном суде прошло заседание. Там подтвердилось, что развлекательные шоу проводились с нарушением закона. Теперь владельцу нужно оплатить штраф почти полмиллиона рублей. Обещанную дорогу до мясокомбината строить пока не на что. Денег в бюджете на новую магистраль не заложили. И пока жителям большого количества многоэтажек приходится каждый день ездить по двухполосной дороге, на которой ям больше, чем асфальта. Несколько участков единственного проезда к домам принадлежат частным предпринимателям, и ремонтировать ее они не собираются. А городские власти делать это не имеют права. Сейчас в администрации пытаются найти средства на выкуп земельных участков для ремонта существующего проезда и строительства новой дороги. Этот вопрос городские депутаты должны рассмотреть на апрельской сессии. Эта дорога одна из приоритетных для администрации города. И в настоящее время в корректировку бюджета города заложены средства на ее проектирование, а также на оценку изымаемого имущества. Там на самом деле многое придется выкупать. Порядка 10 участков под изъятие попадает. Требуется примерно 81 миллион рублей. Шесть мигрантов депортируют из России. Таким исходом закончился рейд полицейских в Норильске. Всего в отдел доставили 28 иностранцев. У них взяли отпечатки пальцев, проверили на возможную причастность к нарушениям закона. Для шести из них эта процедура завершилась решением о депортации. Эти люди незаконно находились на территории России. По решению суда все нарушители будут изгнаны за пределы государства, а работодателю придется объяснить, каким образом нелегальные мигранты были приняты на работу. Правоохранители также проверяли транспорт, который привозил рабочих. Полицейские не останавливаются на этом и продолжают проверки по нарушениям в миграционном законодательстве. Вот такой профиль металла в будущем превращается в производственные станки. Это приборы для резки и раскроя листового материала, витражное оборудование, широкоформатные принтеры и многое другое. Все эти механизмы отправляются потом на разного рода предприятия. Особенно актуально это для мебельных и дверных фабрик, но заказывают оборудование и представители промышленности. Но прежде чем стать технологичным аппаратом, установка проходит несколько этапов. Создание каркаса, покраска, фрезеровка, электрооснащение – это еще не весь список. Многие эти этапы проходят в комплексе, чтобы товар быстрее дошел до своего заказчика. Такие роботизированные технологии могут заменить человеческий труд, выполнять большой объем работы и украшать предметы. С помощью такого принтера можно создавать узоры на различных материалах, например, на стекле или зеркале, или даже на отделочных панелях. А для создания такого объемного орнамента ушел целый рабочий день и не один слой материала. Производство Евгений начал для себя, не задумываясь о крупном бизнесе. Но сейчас больше 700 единиц его оборудования работает с крупными городами России, а также в Европе, Америке и Азии. Работать на экспорт компания начала быстро, потому что это было что-то новое и интересное и стало стимулом для развития. Фирма победила в региональном этапе конкурса «Экспортер года». Проводил конкурс «Центр поддержки экспорта» – структурное подразделение «Центра мой бизнес». Такой опыт стал полезным, говорит директор компании. Мы проходили курсы по экспорту. То есть как экспортировать. То есть мой бизнес проводил прям офлайн семинары. То есть это длилось несколько недель. То есть мы ездили туда на эти семинары, проводили обучение. Все, как это правильно делать, как это все решать. У вас больше начинают знать. То есть наш бизнес построен таким образом, что чем больше нас знают, тем больше у нас заказывают. Потому что все равно не везде возможно информацию все разместить самим, как-то продвинуть. В конкурсе «Экспортер года» могут участвовать малое и среднее предпринимательство, а также и крупный бизнес. Региональный этап проводится в Крае уже седьмой раз в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Некоторые предприниматели после него выходили и на всероссийский конкурс и занимали там призовые места. Одним из обязательных критериев является наличие минимум одного иностранного контракта в 2023 году. Допустим, темп прироста объемов экспортируемой продукции, география поставок, создание новых рабочих мест. Основным критерием, который является для номинантов, это заключенный хотя бы один экспортный контракт. Сейчас на участие в конкурсе подали заявки порядка 20 компаний Края. В центре «Мой бизнес» цифру планируют увеличить до 50. Поэтому шанс заявить о себе еще есть. Документы для участия в конкурсе можно подать до 8 апреля. Подробную информацию можно узнать на сайте мойбизнес-24.рф, а подать заявку по телефону, который вы видите на экране. Ксения Гречихина, Данил Дубенко, Седьмой канал. Участник СВО 9 месяцев носил с собой в зоне боевых действий письмо красноярской школьнице. А приехав в отпуск, решил встретиться с девочкой лично. Настя вместе с другими детьми написала письмо для военных еще в прошлом учебном году. А когда Народный фронт передавал бойцам гуманитарную помощь, то в посылках вместе с полезными вещами были и детские письма. Одно из них досталось военному из Идринского района Якову. С того момента он никогда не расставался с письмом и всегда хранил его в кармане куртки. Слова девочки не просто заряжали, поднимали боевой дух, но и стали своеобразным счастливым талисманом. Приехав в отпуск, военный пришел прямо на урок в 134-ю школу и лично поблагодарил Настю. Боец подарил ей большого плюшевого медведя, а маме девочке вручил букет цветов. Оно написано от души. Видно, что когда его девочка писала, она писала его с чистым сердцем. И все-таки она переживается нас за всех. Ну, в общем, это не объяснить. Это просто надо читать и понимать. Редактор субтитров А.Семкин